сегодня у нас 29 сентября октября вернее братья заносит Продолжение следует... Да нет, это не в том, там эта скамейка Начинаем Царю Небесный, Утешителю души истины И живет в детстве, И вся исполняет сокровища благих И жизни подателю предиселися вны И очистены от всяких верных И спаси блажей души наши Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни лево, ни вправо Но следовать строго по окравленным Твоим стопам Господи, не оставь нас милостью Своей Прибудь с нами, Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, всегда и во веки веков Аминь Братья и сестры, Вы сейчас услышали, как я молился Что мы следовали по окравленным стопам Господа нашего Иисуса Христа Я благодарю всех братьев и сестер, которые подходят ко мне и делают мне замечания Я уж начал сомневаться, думаю, а правильно ли было ваше воскресание Аксиос, когда меня рукополагали Ну, во-первых, я достаточно красноязычен, почему? Потому что физически у меня там мосты, как говорил Райкин, навели мосты И вот теперь благодаря этим мостам я тут еще пиляю и бывает, что не могу произнести нужные слова, как нужно Я вспоминаю, когда мама с папой говорили, да вот не могу, куда-то язык попадает, заворачивается, не туда попадает И я говорю, ну как так может быть, ну рот такой, ну что там, язык, зубы, все там Оказывается, когда зубов-то нету, то язык действительно не туда поворачивается И не можешь произнести слова, как нужно А когда мне поставили два протеза, я когда вышел, я почувствовал себя, как лошадь знузданная Я тогда понял, как же трудно этой лошади бедной с железякой во рту-то Вот таким образом Значит, я прошу простить меня ради Христа, если я там, как-то бывает, запинаюсь во время чтения Это первое, ну и благодарю брата Константина, который чаще других подходит ко мне, делает мне замечания Я понимаю, что это по любви ко мне, и благодарю его за это И в очередной раз он мне сделал замечания Подошел, говорит мне, как можно ходить по кровалиным стопам? Ну как можно по стопам ходить? Ну как правильно? Я не задумывался, просто автоматически повторял это и все И он меня заставил задуматься Благодарю тебя, брат Я нашел, сразу стал листать словари Ну и вот что я нашел Пойти по стопам кого-то чьим-то Пойти по стопам кого-то чьим-то Имеется в виду, что лицо или группа лиц Начинает брать пример с другого лица Подражать ему в своих действиях и поступках Становится подражателем иначе твоим делом Выбирает ту же профессию Активное создание ситуации пошел с по стопам А именно, неизменное В таком случае, в кругосветном путешествии нам не светит Впрочем, ну это пример здесь из литературы Тысячи вскружили ему голову Он потерял под собой почву и пошел по стопам отца Он поехал в Париж Чехов, ну ненужная победа Странная жизнь у этого отставника Отставного полковника Родился в Сибири, туда была создана его семья Отец профессиональный разведчик Сын пошел по стопам отца Но вышел в отставку Абдулов идеальная мишень Ну и так далее То есть вот здесь я могу привести брату примеры Много я передам ему, чтобы он посмотрел Что это не моя выдумка А что это вполне литературно И в том числе и в нашем случае Теперь Можно добавить немного? И еще такой пример Очень поучительный Особенно во времена Великой Отечественной войны Всегда ходили по стопам тех, кто прошел впереди Минеры там или кто И всегда говорили Идти нужно именно след в след Иначе Ну стопа в стопу Это одно все равно Любой крестьянин бы это понял Даже не говорил, что там о городских Поэтому когда Если наступил Не в стопу, не в след То ты будешь подорван То есть ты не будешь иметь жизни Поэтому в принципе Погибнешь Да, погиб Поэтому здесь не говорится о стопе Оторванной от кого-нибудь Или окровавленной А именно об этом следке Который остается Ну и я думаю Спасибо, Христос, брат И индейцы так же ходили Стопа в стопу Чтобы их враг не обнаружил А, точно Типа один прошел Вот и Я хочу сказать вам, братья и сестры Вот детей Надя, привезти надо Я сейчас почитаю Интересную статью Которая касается Как взрослых, так и детей Ну, во-первых Интернет А в интернете мы уже много говорим Что это как бы и мусорная яма И там чего только не найдешь Там вредного для души Но Есть и полезное И мы уже в этом Неоднократно убеждались Так вот Нужно просто к этому относиться Как К тому же ножу Нож можно использовать Для того, чтобы убить И можно использовать Для того, чтобы нарезать хлеб И подать нищим Убеждающимся Особенно это касается Детей Которых мы должны уберегать От всего вредного И в том числе Из интернета Это страсть такая Что можно там Погибнуть Ну вот мы Несколько По-моему Два собрания назад Говорили о том Что одна наша сестра Едва не была увезена Неизвестными лицами И не размонтирована На запчасти Так вот враг Подступает Что помрачение разума наступает И все Она уже готова Ехать куда с кем угодно Позвонили Вот у вас там Обнаружили Из поликлиники Звонят Что там у вас Обнаружили Такое-то заболевание Срочно Главный врач Звонит Вот сейчас Будет он с вами Разговаривать Ко кому Главному врачу Нужна ты Да Вот подумать Сразу нужно Остановиться И прежде всего Помолиться Дайте мне время Я Через минуту Через две Может быть Если вы мне Перезвоните Я с вами переговорю Сейчас я не могу С вами говорить Все Остановилось То есть Время нужно Чтобы охладить Свой разум Прийти в чувства И Избавиться От тех Которые Могут принести Большой вред Не только Душе Но и телу Вот Мне В частности Пришла бумага По интернету Из объединенных наций Организации Объединенных наций Женева Швейцария Дворец наций 12.11 Женева Швейцария Ну и тут Дата 11.10.2017 Кому Яковлев Написано Виктор Андреевич Нет Не Виктор Андреевич Просто Яковлев Мы Хотели бы Проинформировать вас О программе Компенсации Организации Объединенных наций Для жертв Мошенничества В интернете Благая Мысль Да Благое намерение Ваша информация Была предоставлена Нам Как одна Из жертв Этого Злонамеренного Действия Организация Объединенных наций Банк Этой организации Согласился Компенсировать вам Разумную Сумму денег Банк Этот Несет полную Ответственность За выдачу Этих платежей Чтобы получить Компенсацию И просто ответьте На это сообщение И вы получите заявку От этого банка Ответите Ну я что Я не безумный конечно Я же стал Размышлять И думать Что Бесплатный сыр Всегда только В машиновке Поэтому Будьте осторожны И еще На эту же тему На эту же тему О детях Теперь Статья называется Из газеты Российская газета От 19 октября 2017 года Достан 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 С того света Отец Четырех сыновей Объявил войну Группам смерти Оказывается Существуют Такие группы Смерти Но это все Проявление Продолжение Того же Той теории Золотого миллиарда Что нас слишком много На земле И надо оставить Поменьше людей Чтобы можно было Легко Ими управлять Кто они Что за дьявол Стоит за группами Смерти Какие механизмы Управления Используют Организаторы Чтобы вовлечь Подростков В свои убийственные Квесты Наконец Как вытащить Из них детей Дмитрий Рассохин Из Екатеринбурга Изначально Задался Этими вопросами Потому что У него самого Четверо сыновей Младшему Пять лет Старшему Двадцать один год И еще двое Подростков Одиннадцати Двенадцати лет Возраст Самой Что ни на есть Группы Риска Тема Групп смерти Заставила Заняться Собственным Расследованием Еще и потому Что он Выходит Из силовых Структур Сегодня Руководитель Фонда Ассоциации Спецназ Президент Международной Ассоциации Профайлеров Сегодня Дмитрий Уже Вытянул из Группы Смерти Десять Подростков У одного Из них Состояние Было Настолько Критическим Что родителям Пришлось Сменить работу Телефон И уничтожить Все контакты В социальных сетях Все начиналось С довольно Безобидных Социальных игр Рассказывает Дмитрий Рассохин Подросткам Давали задания Сначала Виртуальные Потом В реальной жизни Практически Все они Направлены На самоутверждение Ты крутой Если четко Выполняешь Установки Почувствовать Уверенность Собственную Значимость Очень важно Для подростков Я на 25 Я на 43 Уровне Друг Друг Говорят Они Все эти Этапы Захватывают Детей Постепенно Задания Становились Все опаснее Все изощреннее Разрушительное Воздействие На психику Детей Наконец Игры превратились В прямом смысле В смертельные Когда уже Подсевшего На крест Ребенка Методами Тонкого Шантажа Угроз Довоят До критического Психического Состояния А потом Прямо Подталкивают К тому Чтобы идти Чтобы он Свел Счеты С жизнью Вот лишь Один из Самых Распространенных Примеров С девочкой Подростком Знакомится Парень С другого Конца Страны Разница Во времени 3-4 часа Я пришел Домой В 10 Вечера Тебя нет В сети Ты где? Чтобы ответить Ему Она встает В 2-3 часа Ночи Так Длится Неделями Фазы Сна Нарушаются Девочка Постоянно Находится В состоянии Напряжения Переходящего В стресс И депрессию Делаясь Это у мужчины Так Подростка Легче Довести До критического Состояния Парень С девочкой Долго Беседуют На самые Разные Темы От Взаимоотношения С родителями До конфликта С друзьями В определенный Момент Он ловит Ее на том Что сложных Тем ей Не понять Что до них Она еще Не доросла Как не доросла Ну-ка Докажи Она высылает Ему снимки В нижнем белье Дальше Больше Это тот этап Когда можно Начинать Шантажировать Мы разошлем Фото Всем Тебе конец В класс В школу Не зайдешь Все Девчонки Все Девчонки В таком состоянии Легко можно управлять Причем Сегодня По словам Дмитрия Рассохина Технологии Воздействия Настолько Технически Отлажены Что самим Оганизаторам Уже ни к чему Вступать В прямую переписку С жертвой 80% всех переговоров Ведут не живые люди А боты Используя Фейковые страницы Когда я наглядно Доказываю это Подросткам Говорит Дмитрий Рассохин Они поначалу Не верят Как так Мы же разговаривали На самые разные темы О кино О ссорах О родителях О взаимоотношениях С друзьями Даже на философские темы Как может робот Отвечать на все эти вопросы На самом деле Бота довольно легко Вычислить Согласование Ставить не то На яркие Образные выражения Очень странно Реагируют Ведь значение Некоторых слов Порой до десятка Некоторые Сленговые выражения Ставят робота В тупик Включив Критическое мышление Подросток Понимает Что все эти Диалоги О смысле жизни Любви и друзья Банальная Разводка Хотя порой Доводит до критической Опасной черты Очень тонко И заширенно Есть прямое воздействие На выбранную жертву А есть скрытое Косвенное Рассказывает Дмитрий Рассохин Организаторы групп смерти Постоянно совершенствуют Технологии воздействия На психику подростков Сегодня они влияют На лидер В подростковой среде Чтобы они вели Диалог с выбранной жертвой По сути Сами подростки Доводят друг друга До опасной черты А кураторы Наблюдают за этим Со стороны Постоянно появляется Новая модная Символика Атрибутика Для групп Сегодня например Пресловутый синий кит Уже не в моде Это не круто Зато есть Десятки Сотни Других Символов Причем В них скрыта Все та же Смертельная Романтика Человек Погружающийся В воду Без акваланга Размытые Силуэты людей Изображения Не опасных мест И так далее По данным Выборочных исследований Только за один день 232 тысячи подростков В стране Хоть раз Использовали Хэштег Принадлежности К группам смерти 179 тысяч человек Несколько раз При этом Из кураторов Групп смерти Пока привлечены К ответственности Всего несколько человек Первым был Филипп Будейкин Сетевой псевдоним Лис Три месяца назад Тобольский суд Тюменской области Приговорил его К трём годам И четырём месяцам Лишения свободы Что это По сравнению с тем Что он лишил Несколько людей Уже жизни Из 15 эпизодов Дело Удалось доказать Только два По статье Склонение к самоубийству Во многом Удалось раскрыть Это дело Благодаря девочке Которая отказалась Выполнять Одно из заданий Убить кошку И рассказала Об этом маме При всей очевидности Разрушительное воздействие Кураторов На подростков Доказать юридические Их действия Очень сложно Говорит Дмитрий Рассохин При этом знаю Что силовики Активно работают Поскольку сам Постоянно им помогаю Один из эпизодов Дело Лиса Как раз и был раскрыт Благодаря оперативной Работе правоохранителей Проблема в том Что не все Не все Это сетевые преступления Вот в чём сложность Кураторы требуют Подростков Удалять всю переписку На прямые встречи С жертвой Кураторы Никогда не выходят По словам Дмитрия Рассохина Часть следов прямо уходит За границу Так переписку с мальчиком Родители которого Вынуждены были Сменить адрес Кураторы Вели из-за рубежа К слову Семью вычислили И в другом городе По карточкам Когда они расплачивались В магазине Совершенно очевидно Что это уровень Влияния даже не таких Как лис У них ума И ни средств На это не хватит Считает Дмитрий Рассохин Тут действует Кто-то куда более Влиятельный Сильный Федеральный департамент Независимой судебной Экспертизы В Санкт-Петербурге Провёл психолингвистическую Экспертизу И было доказано Что в методах Влияния групп смерти Присутствуют Механизмы Нейролингвистического Программирования Умышленного Агрессивного воздействия На психику подростков Сами психологические методы Настолько гибкие и тонкие Что далеко не каждый психолог Способен создавать Такие схемы Тем более В масштабах всей страны Это явная работа Каких-то серьёзных служб Каких остаётся гадать По крайней мере Отдельные государства И сообщества Включая запрещенные В России ИГИЛ Не скрывают Что в них есть Свои кибер войска Вот так Будьте осторожны Следите за детьми Ну и здесь вот Приводится Конкретно Как узнать Что ребёнок состоит В группе смерти Он стал резко меняться Причём Не обязательно В отрицательную сторону Или Если не следил за собой Стал следить И наоборот Второе Постоянно отчитывается Перед кем-то В соцсетях Прежде чем куда-то пойти В этом случае Родителям нужно Нарушить правила Невмешательства В личную жизнь Загляните на его страницу Психологи отмечают Что особенно опасен возраст С 12 до 16 лет Третий Причиняет себе боль Вырезает на руках И других частях тела Лезвием Различные знаки Например Ай-57 Найди где я Дай номер Вырезает рисунки до крови Например Синего кита И так далее Четвёртое У него можно обнаружить Фото опасных мест Людей С закрытыми лицами Быстрого движения Погружение в воду И так далее Пятое От него можно услышать Слова о смерти Философские рассуждения О бренности жизни Шестое Теряет старых друзей Седьмое Становится скрытым Агрессивным Восьмое Слушает депрессивную музыку И смотрит депрессивное видео Девятое Не высыпается Десятое При скрытом вовлечении В группы смерти Постоянно Говорит о грядущем Большом успехе Сотредотачивается На каком-либо Одном занятии Ну вот Есть и симптомы По которым Можно как бы Диагностировать Что ребенок Куда-то попал Не в то место Будьте бдительны Прежде всего Но Самое главное В наших Христианских семьях Это Говорить о Вечном Векторе Который нас ведет Другие В обители небесные Уготованные Нашим Спасителем Иисусом Христом Так что Еще раз призываю Всех бдительными быть Мошенники Очень активизировались Постоянно Вот В автобусах Едешь И предупреждают Что не открывайте Никакие Лекарства Не покупайте Только в аптеке Покупайте Ни с подполы Не продаются Настоящие лекарства И прочие Прочие Все таки Работают органы Так что Ну и будьте Сами бдительны Тоже Вот Кстати Вот тут Мне дали записку Нашей сестре Младшей Лефростини Сегодня 14 лет Да? Да Ну вот Многое лето Пропоем Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето, многое лето, многое лето Расподобить Тебя Господь, пребывать многое лето в Господе Иисусе Христе И избавить Тебя от всех подобных бед, о которых мы только что говорили Наверное, прочитаем толкование на сегодняшнее Евангелие чтение А потом еще поговорим о наших нуждах, о наших заботах Во имя Отца и Сына и Святого Евангелие от Луки, 8 глава, 4 по 10 стихи Когда же собралось множество народа, и из всех народов жители сходились к нему Он начал говорить притчу Вышел сеятель, сеет семя свое И когда он сеял, иною упало при дороге, и было потоптано И птицы небесные поклевали его А иною упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги Иною упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его А иною упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный Сказав сия, возгласил Кто имеет уши слышать, да слышит Ученики же его спросили у него Что бы значило притча сия? Он сказал Вам дано знать тайны Царствия Божия О прочем в притчах Так что они видя не видят И слыша не разумеют Толкование Ныне сбылось то, что давно сказал Давид от лица Христова Открою, сказал он, уста мои в притче Псалом 77, 2 Господь притчами говорил по многим целям Именно Что бы слушателей сделать более внимательными И возбудить ум их к исследованию того, о чем говорится Ибо мы люди обыкновенно более занимаемся прикровенными речами И на ясно и мало обращаем внимания И что бы недостойные не поняли того, что говорится таинственно И по многим другим побуждениям говорит он притчами Вышел сеятель, то есть Сын Божий Вышел из недр Отца И из своей сокровенности И сделался видимым Кто же вышел? Тот, кто всегда сеет Ибо Сын Божий не перестает всегда сеять на наших душах Он сеет в наших душах добрые семена Не только тогда, когда учит Но и через мир сей И через те явления, которые совершаются с нами и около нас Он вышел не за тем, чтобы погубить земледельцев Или выжить страну Но за тем только, чтобы сеять Ибо земледелец часто выходит не за тем только, чтобы сеять Но и за другим Он вышел сеять семя свое Ибо слово учения у него было собственное, а не чужое Пророки, например, что не говорили Говорили не от себя, но от духа Почему и говорили они Это говорит Господь А Христос имел семя свое Почему, когда и учил Он не говорил Это говорит Господь Но я говорю вам Когда он сеял То есть учил Иное семя упало при дороге Не сказал он Сеятель бросил Но оно упало Потому что сеятель сеет и учит А слово падает в сердце слушателей Они то и оказываются или дорогой Или камнем Или тернием Или землей доброй Когда ученики спросили о притче Господь сказал им Вам дано знать тайны Царствия Божия То есть вам Желающим научиться Ибо всякий просящий получает А прочим Недостойным таинств Они сообщаются прикровенно И таковые кажутся видящими Но не видят И слышащими Но не разумеют И это для их же блага Ибо Христос для того Сокрылся я от них Чтобы они Познав таинство И презрев их Не подпали большему осуждению Так как знающий И пренебрегающий Достоин Тикчайшего наказания Англия от Луки 8 глава 11 по 15 стихи Вот что значит притча сия Семя есть Слово Божие А упавшее при пути Это суть слушающие Которым потом приходит дьявол И уносит Слово из сердца их Чтобы они не уверовали И не спаслись А упавшие на камень Это те Которые когда слышат Слово С радостью принимают Но которые не имеют корня И временем веруют А во время искушения Отпадают А упавшие в тернии Это те Которые слушают Слово Но отходя заботами Богатствами И наслаждениями житейскими Подавляются И не приносят плода А упавшие на добрую землю Это те Которые услышат Слово Хранят его в добром и чистом сердце И приносят плод в терпении Сказав это Он возгласил Кто имеет уши Слышать Да слышит Толкование Три разряда людей Которые не спасаются По этой причине К первому относятся те Которые Подобные семени Упавшему при пути То есть Совершенно не приняли учения Ибо как дорога Утоптанная И избитая Не принимает семени Потому что она Жестка Так и жестокосердные Совершенно не принимают учения Потому что Хотя Они и слушают Но Без внимания К другому относятся те Которые Подобные семени Упавшему на камень То есть Те Которые Хотя и приняли учения Но потом По немощи человеческой Оказались Бессильными Перед Искушениями Третий же Разряд Это те Которые Знают учения И однако Подавляются Заботами Житейскими Итак Три части Погибающих А одна Спасающихся Таким образом Спасающихся Мало А погибающих Очень много Смотри Как он говорит Относительно Подавляемых Заботами Житейскими Не сказал Что он Простите Не сказал Он Что они Подавляются Богатством Но Заботами О богатстве Ибо не Богатство Вредит А заботы О нем Потому что Многие Получали Пользу От богатства Раздав Его На утоление Голода Бедных В терпении Сказал Ради тех Которые На камени Они Принимают Учения Но Не устояв Против Нашедшего Искушения Оказываются Негодными Видишь ли Как он Сказал О спасающихся Хранят И приносят Плод В терпении И через И через Эти Три Свойства Отличил Их От Несодержащих Каковы Те Которые При пути От Неприносящих Плода Каковы Те Которые В терниях И От Неприносящих Нападших И от Непереносящих Нападшего На них Искушения Каковы Те Которые На камени Я сегодня Слушал Руповеди Просто Наслаждался Языком Речью Иоанна Златовуста И Мне подумалось Какой же Благодарностью Мы должны быть Наполнены Человеку Который Перевел Это С греческого Языка И так перевел Что Оно Ложится Прямо На душу Мы Не раз Уже В молитвах Возносили Благодарение Переводчикам Священного Писания Библии И по-моему Ни разу Не поминали Переводчиков Вот этого Иоанна Златовуста С греческого языка Кто его перевел Игнать Тихонович Или много было Переводчиков Это Патрология Мини 300 томов И поэтому Ни одного автора Не указано Не указано Это Целое столетие Которые переводили Ну Тем не менее Кто-то же переводил Воздадим славу Благодарение Этим людям Которые переводили Иоанна Златовуста Которым мы теперь Которым Языком Которым мы можем Теперь наслаждаться Сегодня прочитали Вот Брат прочитал Толкование На сегодняшнее Евангельское чтение Но Мы знаем Что Слово Божие Оно живо и действенное А живо и действенное Тогда Когда мы Его Это слово Применяем К сегодняшней жизни К нашим реалиям Игорь Тихо Расскажите нам Вот Приближенно К нашей жизни О том Что сегодня нам Было сказано Прочитано Слово Божие Живо и действенное Значит Не умерло И действует Вы сегодня Пойдите Даже на партийное Собрание Если у кого есть возможность И скажите Вы когда Ленина считали? Ни один не ответит У каждого В парткабинете Стояло там Сколько Томов Ленина Там Тридцать Три Слово Все это описывает Подробно Нам сказано Исследуйте Писание Исследовать Это не просто Прочитать Вот человек Читает Есть такой Даже рекорды Ставит Я Библию Прочитал сто раз Но это конечно Не православное Нам сказано Читать Исследовать Господь говорит Как считаешь Никак В всей стране Ни одной Библии не было До Светхого Завета Ни одной Знали Как доставать Кирпич Строить храм Знали Отдельные Были Места Где люди Складывали Приношения Ну и Там и Сор попадался И когда начали Рыть Уже выбрали Все деньги Не хватает Может Рыть И вдруг Свиток Помните Как это было Это Это единственный Экземпляр На весь Израиль Как же Они тогда Сжили И когда Прочитали Эти книги Пророческие Цари Он в ужас Пришел И какие Изменения Наступили Понесли К пророчесе Ни одного Экземпляра Не было На всю страну Во времена Самых Жестоких Репрести Гонения От советской Власти Ни разу Не было Чтобы один Экземпляр На страну Баптисты Переписывали Прятали Я говорю А в тюрьму Как А там Сало Передают Когда Можно передавать Но оно Разрезано Если кусок Целиком Ну допустим Четверть То его Там режут А если Оно разрезано На мелкой То уже Не режут Они придумали Сами Просверливает Отрезано Никто не будет И туда Как селопан Или что тогда Было Завернуто Там Или бывают Просушенные Кишки Животные И туда Несколько Листиков Священного Писания А этих Отрезков То несколько И там Говорят Мы переписывали Друг о друга Главное Пронести Через зону Это всегда Можно найти Со мной Был крест Священнический И когда я Понял Что Надо отправить Домой Исследователь Сказал И прихожу Домой Крест Отвисит Вот он Лежит Здесь Это он Самый По всей Вероятности Это расстрелян Священника Покажи Я однажды Сижу За пишущей Машинкой В это время Приехал Человек Один Тихо Подходит Сзади Надевает Сзади Цепочка Священническая Я говорю Что это Не знаю Он там Нашел И Пришел Ко мне На дом А почему Он не может Ответить Я говорю Я не Священник Я цепочку Сразу Отцепил А его Посчитал Целебным Приезжали Люди Вот у нас Лежит А на сколько Прикасались Людей И не просто Так А у него Там на ногах Когда вена Надувается У него Уже Лопается Он приехал Ко мне Один раз Приложил Через три дня Говорит У меня все Подсохло Ничего нет Ни операции Ничего нет Вот этот крест Который лежит Исследуйте Писание Я говорю А ты сколько Раз прочитал Это великое Дело Читать Одна же Виктор Савченко Говорит У меня сегодня Особый день Почему Снова Начинаю Читать Библию До конца Ежедневно Читал А читать Это Если по одному Часу в день Давать Этому Так Девять И пять Три Пять раз Можно Библию Прочитать Полные Все 77 книг В течение одного года По одному Часто Считать Ну а дальше Уже Дели Как это будет Я говорю Другому человеку Ты считал Написано В раю Что-то съел Адам Да Это яблоко Взял Где нашли Яблоко Откройте Слово Нет А почему Ну а что Там Мы говорим Виноград Если виноград Он на тарелке Мы говорим Груша А груша Называется Дерево Это Дерево Познание добра И зла Так Ну да А плот Как называется Почему Ни груша Ни виноград Не знаю Вот уже прибавил Ну прибавил Нет этого А теперь считай Притча Соломона 30 глав 5-6 стих У нас на выходе С коридора Не прибавляй К словам Его Его С большой буквы Чтобы он Не обличил Тебя И ты не оказался Лжецом Ну если спрашивать Он Не знает Словом Божьим Называется Вся Библия А слово Его Слово Бога Это то что Бог говорит И баптисты Издали Новый Завет И места Где прямая речь Идет Все красным Целое издание Издали То есть они все время Стараются как-то Приблизить Чтобы понимали люди Прямая речь В прямую речь Входит конечно же Отче наш Ученики сказали Научи нас молиться Как Ян научил Своих учеников То есть они слышали Хотя они и не его ученики Не Янов были А от них видимо Перебирали Дома что-то Я сколько раз говорил Берите с собой бумагу Карандаши Ручки Поднимите руку У кого сегодня с собой есть Раз Два Два Все Это какой процент Вы не думайте Которые не пришли А то все Которые записывали Записывать надо Одна бумажка Единственная Одна Обратила человека Как Бойко пишет Когда был в плену У немцев И пошел Там живот болел Увидел смятая бумажка Открыл Отче нашу Не знал Что это отче наш Что из Библии Слова его тронули А комсомолец бывший При смерти буквально был И он обратился Православие не пришел Но подвиг жизни он совершил Сколько он претерпел Сколько его сажали Пишите Вот я сейчас говорю И на следующий раз Кто принесет Бумагу Чтобы записывать Это уроки Или что Непонятно Здесь задавайте Сейчас считали Блаженного феофилакта Кто принесет Так Дополнительно Вот еще два человека А остальные Двоечники Исследуйте Писание Еще в раю Сказано было В поте лица Будешь есть хлеб Вы думаете Многие люди знают это Чтобы ты садился За стол У тебя же пот Несмытый был Ну как ты будешь Потеть-то Если ты не потеешь Значит Надеюсь что-то После работы Где-то Как-то сделать Чтобы в поте лица Была выполнена Заповедь Райская заповедь В раю данная Вот мы каждый день В Потеряевке Благодарили Бога Господи Ты нам даешь Радость Есть хлеб Не чужой Свой В поте лица Батюшка говорит Я вот до обеда Пять раз Спотел Мы говорим А мы только один раз Спотеем И до вечера Пот течет по нам Вы видите Сами Выставлены для всех Выполни это Сколько людей Которые не работают Под разными причинами Молодой возраст До 30 лет Советская власть Умела заставить Два дня Третий день Уже не твой Нарушники повезут тебя Тунеядец Я в город только приехал Только-только Успел взять Прописаться И скорее бежать На работу И тогда Показать Я на работе Отучили работать Это первая Божественная Райская заповедь Наш лагерь был трудовой Мы учили детей работать Они работали И работают Взрослые Можно позавидовать Взрослые Вот исследуйте писание Вышел сеять и сеять Как он сеет Давайте картину нарисуем У него висит С собой большое решето Называется Сито Назвать большое Привязано здесь На один метр В эту полоску Полоска от полоски Ровно Поэтому глядеть мило А урожай Это был другой И иное Приносит 30 60 И во сто крат А ведь речь идет Здесь не о лесных Посадках А о каких-то Зерновых культурах Где сегодня Во сто крат Единственное Где удалось добиться Это кукуруза Там каким-то генетическим образом Не знаю Есть ее можно или нельзя Она по полметра Каждый початок И вот такого размера Там даже Она не похожа На кукурузу И на одном стебле Растет там до 20 Этих початков Ну все это делали И они сумели Это сделать Попутно хотел сказать Вот а что это у меня такое Медаль Заатлану Вот я могу даже надеть Имею полное право Надеть ее Ну-ка прочитай Что тут написано Alt-GTO Так, считай Что-то плохо вижу Простите Плохо видит Так Я пошлю по рядам Ну вот посмотри Мне ее надел Ректор Вестигнеев Владимир Васильевич Академик Доктор международный Там его звание Не перечислишь где-то Это единственное Не награда Это у себя В кабинете он Я только вчера нашел Где она у меня лежит ЛГТУ имени Ползунова Ну вот так Понятно Вот за этим Что кроется Ну в первую очередь Любимый мой Российский плаг Единственный На всемирном истории Надо знать Исследовать Согласно Священного Писания Каждая полоска Объясняется Что вели занятия Это за занятия За божественные Чтобы Ну ректор давал Я даже не слышал Да и награда Какая Одна медаль Это трех По весу она больше Чем у Брежнева Четыре медали золотых Это можно обороняться Даже вот так Если ударишь Человек Припечатан И вот сегодня Что считали Падает на почву Вы Близко к себе Схоти Это место Вот смотрите Вот теперь я могу сказать Моя гость Полно захватывала И только в одном В этом университете Я делал занятия Восемнадцать лет Два раза в неделю Вторник пятница По два часа По пять месяцев в году Вот теперь умножь Это на все Что будет И вчера Господь Позволил мне Найти Сокровище О котором уже В интернете спрашивают Один ходил человек На первой скамейке Сидел И все время записывал А потом подходит И подносит Я не знал сколько Вчера я узнал Шесть коробок В каждой коробке Десять кассет Ну дальше умножаете Шестьдесят кассет По полтора часа Каждая Ну девяносто Я говорю А вы Я выезжаю Я записывал Это для кого-то Щедро падало И я не думал Что упадет На плодородную почву Ты примени это К жизни Это мне Вот все это случилось Благодаря Сестре Надежде Она любит порядок Виктор Андреевич Не отвлекайся Константин любит порядок Ему такую Бог дал и помощницу И она говорит Приближается Двадцатилетие Как получили Вот этот дом Так А порядка нету Одна у меня полка А у меня Я говорю Обычай такой Кто какие-то Выносит Предположения Или предложения Я ему и поручаю Побыди Инициатива всегда наказуема Вот она пришла И мы здесь Я только снимал Большой ролик сделал Она вот она Видите Одна полка Она разжирала Кое-что пришлось убрать А теперь Это тронул у меня Вышел я Теперь машина Четырех машин Это все ее Для четырех машин Освободили место Дальше туда сделали Я пришел Посмотрел ее уже глазами Но наверное Надо перебирать И давай перебирать И не найду одну бумагу Она очень важная Мое завещание И что о смерти Я пошел Завещание сделал Как меня хоронить Виктор Андреевич Там переводчик А по-английски Немецкий Французский С ними ездил Как меня привезти В Лиссабоне были А в котором Вот эти здания Тут кто у меня Володя Виктор И брат Севастьян Только хранить Не продавать Ничего Все дали обещание И нигде нету Я подумал Играть с этим нельзя Я скорее собрался И в нотариус Сначала проконсультировался Могут мне дать копию Пришел Промазал мимо Еще дальше прошел Нет того Человека Это искала За все годы Не нашла А почему Тогда я обращаюсь Слово Божие Мы у вас были Дарили Слово Божие Если оно глубоко Вошло Вы узнаете Кто здесь был Работник тот Найти его В понедельник Должен пойти Помолитесь потом Вот мы Что сегодня читали Ты прикинь себе Люди Которые у нас были Ушли Это люди У которых Было не глубоко Ты сразу При меня В жизни Я видал таких людей Да Видал Они ушли Из общины Батюшка благословляет Там были Которые ходили Говорят Желаю только Чтобы ты Ушел к лучшему Пока ни одного Случа этого не было Ни одного И даже не предвиделось И даже одного дня Лучше не было Они сразу Начали опускаться На дно И погрузились Их нигде нету Ну был Бузатер Вы знаете О ком речь идет И что там А там же его Как-то под Микитки Все Замолк Нигде ничего нету Тут хоть какая-то Активность была Там никакой нету И те Которые ушли Они ничего не имеют Кроме того Что здесь получили Вот на столе У меня лежит Видите какое Тут сокровище Кроме календарей Можно все разобрать И детишек Позовите-ка сюда Я им сейчас Податки сделаю Все Но пока не трогайте Смотрите 15 календарей лежит Внимательно смотрите Маленькие календарики Смотрите Некоторые называются Дорога к храму Или храм Храм Это все сеяное Исследуйте Писание В Писании нету О том Чтобы звали Храм Так Не разговаривайте Молча Значит Что нужно сделать По одному календарику Каждому ребенку Взять И сколько там Так это Наверное Четыре надо Этим загуляем Четыре Возьми календарика Надюша Каждому ребенку Один календарик Это очень богатый материал Все православные календари Название Ни одного Где бы была Библия Одно место указано На корочках Ни одного И за предыдущие годы И за последующие Этого не будет Даже одна свинья Нарисована Как хозяйство вести 365 листиков Все хорошие календари Скажу Но ни одного Библейского нету Вы видели может быть Календари Которые выпускают Протестанты Сектанты Красивые такие Ну разная природа И везде выписка Из священного писания Видели? Ну просто приятно посмотреть Здесь этого нету Но Мудрости много Там и поэты разные взяты И чтобы дети Хоронили И между собой Делали обмен Притом у детей Вот эта информация Очень крепко закрепляется О чем вы говорили А потом скажу в конце У них Которая В зависимости Попадает от смертников О смерти надо говорить И готовить к смерти Это абсолютно нормально Каждой вечерней молитве Вот мне гроб предстоит Вот мне Предлежитая смерть предстоит Мы считаем Для чего? Но как? В молитве Богу Признание Творца Который говорит Смерть и умрешь Мы все дети Адама Вот что нужно А тех Которые умирают Ни одного нету нигде Нет молитвы Нет чтения Слова Божия Нет посещения И храма Нет причащения И исповеди Вот причины Которые тех Молодых людей Подвели к убийству Вот это старайтесь Закрепить А это все в календаре Как есть Их составляли люди С большими знаниями Они везде брали И себе напиши Мой имя свое Напиши Ваня Дробот С кем-то обмен будет А потом будете знаниями Делиться Это я вам подарок Делаю не на один год И кто их мне принес Это человек Вот сколько вот чесноку Люди А эти-то где-то Детей им просто Не надо им Мне вчера звонит Один из клайпеды Литва И говорит Вы говорите К вам приезжали Баптисты отделенные У отделенных Нету компьютеров Я говорю Как нет А зачем они у меня Брали визит Я спросил Есть у вас выход В интернет Они ответили Есть Разрешено у нас Говорит Только фотоаппарат Вот еще как люди Содержат Это не Подпольщики какие-то Учат Но они охраняют Детей Вот таким путем Нету Вообще нет Ни телевизора Говорит Ничего у нас нету И они не темные Кроме фотоаппарата А фотоаппарат Это Хорошие снимки Учат любить Красивые Вот вышел сеять Ельсеич Что посеяли Посеяли А теперь терния пожинают Я беру только то Что здесь написано Потому что мы везде Добавляем И когда говорится Что Слово Божие Вся Библия Ну Три названия у Библии Святая Библия Слово Божие Священное Писание Другого нету Когда говорят вот эти слова Это речь идет о Библии Труды Златоуста Не называются Словом Божиим А он Толкует Слово Божие Но когда говорят Слово Бога А сказать Библия Это все Слово Бога Нет Там много Не Божие Не Бог говорил Там есть и колдуны Сказал безумие Сердце своим Нет Бога 13-й 52-й Псалом А вот Отче наш Ученики попросили Молиться Он их научил Можно ли добавлять К молитве Не добавляй Не прибавляй Чтобы я не обличил Мы сидим с батюшкой Я говорю Ты Считал эти слова В коридоре Притча Соломона Да А зачем добавляешь А где я добавляю И ты не знаешь Где добавляешь В алтаре Добавляешь В алтаре В самом Освещенном месте И притом ежедневно Добавляешь Это добавляют Все до одного Священника Все до одного Архиерея И все до одного Патриарха Вы Бога не боитесь И Бог вас Очень легко обличит Вы все до одного Будьте лжецы Понимаете Молитва Молитва Всем молитвам Какие есть Молитва Отче наш И вы к ней Добавлять Посмели добавлять А где Я говорю Считай Он начал считать Я Подожди Избави нас От лукавого Что там стоит Точка Даши Что Вы тоже Добавляли все Это явно стоял Здесь Добавляйте то Что у вас там Дома где-то Но не к молитве Господней Ибо твоё И старство Сила и слава Вовеки А ты добавляешь Ибо твоё И старство И сила И слава Отца и сына И святого духа Где ты отца И сына И святого духа Нашел Там не сказано Что ты злое Добавишь Доброе Доброе Если ты добавишь Бог одинаково Тебе накажет А что это за валы Там мычат А это я оставил И Богу в жертву Богу жертва нужна А я тебе как говорил Всё что есть Придать мечу Но я же для Бога Для жертвы Бог отнял царство Ты уже не царь Я с тобой разговариваю Как с отверженным Вы знаете кто это говорил Пророк Самуил Первый великий пророк В Израиле А Саул это первый царь Которого они выпросили И во гневе дал вам царя Говорит Потому что вы просите Вы отвергли Не Самуила Вы отвергли меня Говорит Господь В нем Бог говорил И теперь к молитве Отче наш везде добавляют Попробую брать Я Церковно всё Но я должен Принимаю Я должен рассуждать Добавлено или не добавлено Ну Докажи что не добавлено Добавлено Считай дальше Добавил Бог обличить тебя на суде Божьем Ты будешь лжецом Что нельзя было в другом месте Составить отдельную молитву И как Господи помилуй Сто раз считать Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно Во веки веку в обмень И опять слава Отцу и Сыну и Святому Духу По лестовке Сто раз Зачем в молитву залезли Господню А кто не говорил Никто никогда За 2000 лет не слышал Протестантов этого нет Они не добавляют 11 книг выбросили А там написано Не отними Это ужасно Почему Господь говорит Придя Сын Человеческий Найдёт ли веру на земле Господи 21 тысяча вер сегодня Нет Ту веру Которую я оставил Как ты не убоялся добавить Вы это Когда прощете Вы каждый день молитесь Об этом Вот мы молимся дома Ежедневно Мы в конце Перечисляем Перечисляем святых Я посмотрел Примерно 77 святых Мы ежедневно Утрами перечисляем Если я молюсь 7 раз 7 раз Я по 77 Ну считай сколько Те же святые мученики Отдельно десятка поклонов Святые Отдельно Жёны и Девы Ты если это услышал Молишься ли о переводчиках Мы ежедневно молимся Кирилла Мефодий Иннокентий Николай Японский И дальше переводчиков И всех переводчиков Священного Писания Я только Напоминаю тех Которые Канонизированные Переводчики А у нас Есть Главные Это переводчики Главные Павский Герасим Петрович Псалтырь Это его Каждое слово Его И то что мы в церкви По русски считают Это мы Павского Герасим звать Помолитесь хоть раз Где он мы не знаем Это воспитатель царских детей Он рискнул Для студентов Академии Духовной Он преподаватель Профессор Перевести Его просят мы Студенты Академию Кончаем После семинария А не понимаем Что есть А он то знает Еврейский язык Писал учебники Для еврейских школ То есть Таких переводчиков Нету сегодня Это мне не кто-то говорил Александр Мень Еврей Который с оригиналами Еврейскими работает Но знания мои Даже сравнивать не надо Насколько они ниже Нет таких переводчиков А его даже не поминают Ни разу нигде И он как ездра Скольких он людей поднял И перевел Студенты Налитографировали 500 экземпляров Сразу сообщили Жандармерию Там паника поднялась Архиереи Императору жалоба Библию на русский Язык перевели Розыск сделали Кажется Три экземпляра Сумели спрятать Остальные сразу Сожгли А его арестовали Это отношение В России К Библии И сегодня Календаря Прямо везде Посмотрите Так чтобы на заголовке Вот так было написано Числа Открыты Оками Откуда взята Глава стих Вы кто знает Такие книги Чтобы на корочке Было название Из Библии Место писания Я никогда не обращал внимания Это что написано Числа какие Числа 24 3 15 Все 30 томов 30 томов Да еще в интернете 3 И умножь на тысячу И в каждом томе Еще ссылка По 3000 ссылок на Библию Люблю я Библию или нет Как Андрей Куарев говорит Необыкновенный пиетет Это что Любовь к Библии Я люблю всех художников мира Больше всего одного И он 12 раз у меня На книгах вышел Гюстав Доре И это его гравюры Гравюры это вырезали на дереве У него целая школа была И кроме того Вот здесь вот 230 его гравюр Которые мы раскрасили Любим мы его или нет Любовь свою докажите Вот я хочу сказать Что Бог дал мне любовь Это благодать Божия такая И я ее выразил Вот Гюстава Доре То что он Библию иллюстрировал Ну и на книге есть Выбирал-выбирал Как назвать ее Коротко Два слова И местописание Это любовь Я в завещании оставил Чтобы меня похоронили Когда заламинировано Завернутое в несколько слоев Лежало Евангелие Новый Завет И на кресте висело Заламинированное Сергей Попков Будь бодр Я просил тебя сделать И когда у меня на кресте Не будет висеть Там кто-то взял Написано Берите Написать Опять повесить Я хочу из гроба Проповедовать Слово Божие Таких завещаний Я тоже нигде не читал А как узнал На молитве Исследуйте Исследуйте Писание И тогда ты будешь знать Что такое сеять Сеять щедро Всюду Во время и не во время Да не во время Сейчас такое Мы едем Это время Если бы в эфире Это звучало Слово Божие Что бы было Вот в каждом томе Три тысячи ссылок Умножь на тридцать Девяносто тысяч В одном из империй только Это больше Чем сама Библия Любовь выражается В щедром сеянии В щедром урожае По благоволению Божию По милости его великой А тут случилось У нас так Я вспоминаю Разговор вчера был С братом Игорем Он подтверждает это Златоусты считают Не полностью Сокращают Это не просто так Я это говорил Когда собрались Священники Передать Нынче не приезжал Митрополит Он в Беларуси был В это время Я говорю Батюшка вышел Ладно Там Игорь кажется Глушков считал Да ладно Не надо Ты кого прерывал Поп Ты понимаешь Нет Ради мир Здесь Плотского Собрания нашего Ты кого зазираешь Батюшке говорю Батюшка сидит Слушает И эти все тут Архимандриты Кто там Ты что делаешь Вот Златоуст Приехал к нам Вместе с ними И он вышел Говорит Разница ты небольшая Сам он говорит Или хорошо просчитает Чтец Конечно не бубнит Четко Ясно Вот у нас Потерявки Лучше всех Глушкова Никто не считает Вот Понятно Я сегодня Замечание Брату сделал Ну чего ты Да я не мог Как не стыдно Такие слова Говорит в таком возрасте Напрягись Я говорю Дочь твоя Упала бы в воду Ты закричал Караул Да громко Закричал На другом Конце обиды Услышали На другом берегу Златоуст Сокращают А почему Ну давайте Маленько Мозгам дадим Болю Почему И притом Библию не проповедуют Проповедей вообще нет Во многих храмах Это Петр Мещеринов пишет Увидел юношу своего Который в храм ходил И увидел его Где-то через полгода Я говорю А почему тебя в храме-то нет Он говорит А я ушел из православия Я теперь баптистов посещаю Почему Я люблю Слово Божие Нигде нет Я почти все храмы Москвы обошел Нигде не звучит А у них хоть как-то да проповедуют Это Петр Мещеринов Архимандрит пишет Настоятель Данилова монастыря Понятно Вот за это мы будем отмечать Службу сократить нельзя Счастнейшую хюривим Я просил в прошлый раз Когда батюшка служит Сколько раз утром вечером читаете Да еще и припевы Счастнейшую хюривим Попробуй выпустить один раз Спросят и священник боится Нельзя сразу Но то что он не проповедует За всю жизнь ни одной проповеди Ни одного Евангелия не распространил Никто не спросит Понятно что мы не те И вдруг я нахожусь сейчас Где мне прислали материал Из проповеди Митрополита Сурожского Антония Блюма И он говорит Рано или поздно Как пеофан затворник Надо рассмотреть Как далеко мы ушли от первого христианства В обыденной жизни Мы не имеем права Называться православными Мы не любим Слово Божие Он как будто бы у меня из книг Взял мои слова и говорит Но он сказал это раньше Я еще может быть И в храм не ходил Повторяю Теперь я буду ссылаться В кавычки это взято Прямая его речь И считать нельзя Просто так Примени к жизни Вот мы сколько сегодня читали И что изменились Когда пойдем Другие будем Ох вот это вот Вот это я узнал Вот это вот надо было А это вот надо было Вечером уже помолились Опять придите поклонимся Горбачка Мы уже шапки в руках держим Чего ты опять Ну пять минут тебя что трогает Не в этом дело Почему Да когда-то оно считалось Это отдельное моление было Так Там какой сейчас А его теперь перенесли сюда Прилепили после службы Придите поклонимся Это Только шагнули мы в храм И сразу звучит Придите поклонимся Это в конце богослужения Это ну Мы не хотим просто узнать Я не против богослужения Пусть будет все есть Златоуста не сокращать Сокращали много А как читать А вот теперь У меня мама Из старобрядцев она И Лестовка И там какая-то у них Устиния Лестовки эти делала И продавала Она Сорок у них Нет десятками А там сорок Там семнадцать Ну такое Тридцать три Тридцать три Это годы жизни Христа Какое отношение это имеет Сережа Будь внимателен Я посчитал А там нету Одной этой бабышкой Которой перекручивает Другой раз Взял там две Она так испугалась Поехала к этой Устиния следствовка Я говорю Теперь посчитай Сколько ты не домолилась Никон Когда узнал Что там В Греции молятся Аллилуйя 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 Трижды А не дважды Он говорит Страшно испугался Патриарх Страшно испугался Одно Аллилуйя Утеряно было Да нигде Нам не указано Аллилуйя Там сколько раз Говорит-то А что утеряно Слово Божие Что народ Библии не знает Что возникновение Всех сект Ереси Благодаря тому Что оставили Слово Божие А если было От добра Не ищут добра Люди Которые у нас были Говорят Да ваши Что тут Занятия Оттолкования Вот я наткнулся Мне новое Вчера там Один башкирец Мусульманин Который Из Грузии Вот я теперь Увидел настоящих Православных Провожали наши Засняли их Они уезжали Василий был И теперь Она щурками называет Вот Ни матов Ничего нет Как одеты Люди Все во внимание Берут Это сеяние Твое Сеяние Вот у нас Дома Пере Как Я уж не знаю А вот кто Все время И дома Вот такую форму Носят На голове Я про голову Говорю Ну Вот я могу Показать Которых я знаю А мусульмане Они все время Вон Надежда Васильевна Смотрит Она не снимает С себя Никогда Она и спит Наверное так Понятно Мусульманки Всегда Где бы она ни была По городу идет Мы видели во Франции Черная Черная Там С юга Где-то она Такая грузная Женщина идет Одета Только вот Видно У нас этого нет У нас называется Мимикрия Вот только сейчас До переодевалки Дальше подтянула И пошла Одна сестра Говорит Меня обречили Что я поехала В брюках Оказывается На сад Но рано или поздно Все равно Споткнулась И с тех пор Я не встала Внешне Говорит Неважно Это неправда Внешне Очень важно Это настолько важно Что Бог Первую одежду В ателье Сам Шьет им Одел И одел И шкуры Это Бог Первое Отелье В раю было Это очень важно Самая важная Специальность Это Сельское хозяйство Второе Это Я не знаю Как Текстильную промышленность Назвать Шьют Материю делать И третье Это строительство А все остальное Дальше И оно Нужно или не нужно Это уже вопрос другой Вот если сеешь Ты все это должен знать Что сеять Вопрос Никто не знает Вышел сеять или сеять А что он сеял Не знаю Можете ищмень Для чего Для пабзавода А сегодня ищмень То никуда Все пиво Все на этом А сколько у тебя гектар Он говорит 2400 гектар 2000 гектар Чтобы сохранить детей В их душе Нужно посеять Живое слово Божие И показать Насколько выше Звание просто христианина Быть православным Христианином Какое у нас Толкование Вот на этот вопрос Кто переводил Я не могу сказать Я только могу сказать Что Все места Священного Писания У Златоуста Там по-славянски И у нас был Иеромонах Нафанайл Судников Он работал здесь Армандо От итальянского Какого-то Товара И он Вручную Стал перепечатать Все 12 томов К чему я вначале Приступал Чтобы все места Заменить И Жития святых Он не знаю Больше половины Томов перепечатал И все места Перевел Ну Взял Скопировал По синодальному переводу Еще один переводчик Которого нужно запомнить Хвольстон Еврей Принявший православие Даниил Абрамович Профессор Лепсовского университета Большинство Ветхинзаветных книг Это его перевод Даниил Хотя бы этих Запомните А то Давид вы говорили Ну Даниил Даниил У него может быть Изменила Или Не знаю Я посмотрел Мог ошибиться даже Не каждый день Он не канонизирован Мы его не молимся И поэтому Проверьте Зарядите еще Посмотрите И вот то Что сегодня Просчитали Надо оживить Чтобы оно Заговорило с нами Вот если в доме Ты один Тебе никто Ничего не скажет Если не молишься Если кто-то еще есть Он рано или поздно Подскажет Вот у вас там Шторки закрывайте Они все у вас Наполовину открыты А свет зажигаете Свет не зажигать Пока не закроете Вот как Даже грамма Чтобы нигде Не было видно А почему Это и так понятно Почему Чтобы враг Ничего не поведел И не увидел Если мы желаем Слово Божие оживить Его надо применить К себе И Златоуст говорит Присваивать Научиться Ты услышал И сразу размышляю А как я на это смотрю А если бы я рядом С Христом стоял А если бы я В апостольской церкви Первый был бы С кем бы я пошел Взял ли меня Павел В свою миссионерскую поездку Не отстал ли бы Как Марк Ну научитесь Рассуждать И себя вставлять Присвоить Умер за весь мир Ты должен Все время говорить Умер за меня Жена Не стревожь мужа У нас очень часто бывает так Что мужья идут за женами А в этом спасения нет Муж глава И что он сказал И даже жена не должна письмо отправлять Пока в конце письма Ее просчитав Муж не поставит аминь Вот сегодня услышал что Во славу Божию По милости Божией я с вами Здесь я очень рада Благодарю вас Дорогие мои братья и сестры За ваши молитвы Они мне так помогли сильно Так помогли В моих болезненных ощущениях Я так это чувствовала Да Ну лучше Рука за две с половиной недели Зажила А бедро еще Нога не зажила Ну слава Богу Господи Все Так обошлось Аллилуйя Спасибо Татьяне Лензиной Я позвонила Поговорили мы с ней Ну она все Со стройкой там своей И конечно Она себе плоховато чувствует За нее молиться надо И пошли они Она с родителями По-кровски они пошли Она ходит с ними Воскресенье Сироткина С Польгуева Они в Петра и Павла Пошли В этой неделе Вот Так Теперь у меня С Ниной же умер Я вчера разговаривала Очень долго У нас такой разговор Хороший с ним получился Ее уже из ограды Выгнали тоже Говорит Иди вон на дорогу А я говорит Подумала Подумала Да и вправду Мне и на дороге И надо быть Ну приняла она это И пошла И говорит Прямо в первый день Несколько Евангелий брала И как-то люди появились Я и Слово им Божие сказала И Евангелие дала Ну а сейчас Говорит В деревне Никого почти нет Если в магазин Кто-то подъехал Нет в общем Ей конечно Очень трудно Очень тепло Вспоминала Игнатия Тихоновича Со слезами Прямо Это мой учитель Говорит И я так скучаю По вас По всем Вот вы знаете Прям до слез Молитесь за нее Потому что Она себя тоже Плохо чувствует У ней С плечом Там Это хондроз Сильный Лечение она принимает Уколы сейчас ставят Ей Молитесь за нее Так Теперь у нас Немцова Галя Попала в больницу И слава Богу Людмиле Степановне Это она ее В общем-то Как-то Случилось В этот момент Как раз И она В воскресенье Мы возвращались И Люда Просто что-то Тревожна на душе Почему ее не было И вот она поехала А ей Оказывается Очень сильно плохо было И мы подумали Что у нее Сердцем что-то Вот А у нее оказалась Двусторонняя пневмония Вот эта заразная Которая в один момент Наступает И температура поднялась И Скорую вызвали Ее увезли Она лежит В стройгазе Палата номер один Она конечно лежит Сосед Две соседки У ней там по палате Они говорят Она досиделку Чтоб кто-то с ней находился Она говорит Немощная Я вот ее там Повела Вроде бы Там на себе Протащила Не могу Скажи что она не понимает Она лежит Не понимает Не надо Не приходите И я сама Я сама А сама даже встанет Ее туда Сюда Падает Поэтому Проведать ее надо Проведать Надо Обязательно Обязательно Вот Ну А Насте Виктор Андреевич Скажет А я еще хочу сказать Что Саша вот уехал Вчера с ребятишками К родителям А сегодня Он возвращается Поэтому Гали Это вот сегодня Нет Лена Не пойму Почему По какой причине Она всегда звонит Если заболела Поля Вчера Она сказала Придет Политики Что ее нету Да Я тоже Она должна Придеть Наверное что-то случилось Ну и о Михаиле Я вчера ему звонила Миша Ты почему Не был на службе Я заболел Я говорю Так Это какая у тебя болезнь Скажи Заболел Я говорю Ты Не выдумывай Говорю Столько Молимся За тебя Столько Переживаем За тебя А ты Ну ладно Завтра Приду Я говорю Вот Позвони Тане Она едет На работу Утром Рано И она тебя Может довезти Если уж Ты такой больной Ага Я говорю Позвони У тебя телефон Есть Сам Позвони Сейчас Ладно Вот видите Все Решний результат Никакой Ну вот сейчас Соседка Его мне звонит Ну Я не Я ее Не разговаривала С ней Да Сейчас Позвоню Узнаю Что там Сейчас Звоню Ну вот Прости Христос Алевтина С внуком Уехала Я забыла Его имя Илья Илья Ну вот Простите С Ильей Значит они И Ерема Он к Маше Уехал А тоже За путешествующего Молитесь И батюшка У нас Во вторник Они должны Приехать И просил Кто Баранину Будет Кто Заказывает Пожалуйста Подойдите Скажите Чтобы Курей Нет Ну а Настя Она все Отписывала СМС Она каждый раз Каждое воскресенье Писылает СМС С благодарностью Пишет У меня все хорошо Слава Богу Поела сегодня Много Целый день ела Живот Она Целый день ела Потому что Ей нужно есть дробно Очень маленькими порциями В течение дня Шесть-восемь раз Поэтому Живот не бурчит Стул в норме Всем Всем в храме Поклон и благодарность За молитвы Она дома? И все больные Передают поклон Я не передала Все передают Значит во вторник Его наверное Будут выписывать Ну вот Такая ситуация Слава Богу Аллилуйя Еще есть у кого Информация какая Благодарение Просьбы Пожелания Да Я приехал Видите меня Да Мы рады Все время Игорю все время Передавала поклон Тут Татьяна Кузьминична Позвонила И Я не вижу У кого я чеснок покупала Сюда Нету Да Они ушли В храм Ну я хотела сказать Чеснок Нынче не вырос Ну вот такой толстый Огромный Вот такой зеленый И я Всю деревню Им Потому что Было очень много По всей деревне Вот дала Люди перекручивали Делали Забыла Следующее воскресенье По любую Спасибо По любую там У себя Петра и Павла Петра и Павла Они там рядом И сиротки Натуша На южном Ну нынче я давала В Новосибирске Александр Михайлович У нее тоже нет Нынче Наступного Господи Милосты Благодарю Господа Бога За то Что он расположил Сердце Игнатия Володю Они укрыли Виноград Развязали его Сложили Укрыли его Хорошо Слава Богу За их Милость За их Работу А нам все Некогда Некому У всех Большинство Виноград Ни у кого Нет желания Прийти Помочь И сделать Прости нас Господи А вот надо Поблагодарить Еще и Александру Михайловну Она Посмотрите Красивый Какой у нас Она будет Там где Библия у нас Лежит Все такое Чистое Нарядное И у нас Она так Отбирала Этот Свеченец Он там Был Это Александра Михайловна Левушка Желаю Еще Простите Пожалуйста Не забывает Нас И люди Которые Встречались С Игнатьем Тихоновичем И передавал Привет Владимир Тарасенко Он Тарасенко Да Встретился Со мной В больнице В поликлинике И я В это время Говорила О том Что надо Веровать И он Уже Сказал Откуда Я Игнать Тихоновича Знаю И передает Привет Много Чего Он мне Рассказывал Себе Ну И Светер Я Вот так Меня Господь Привел Светиться С этим Человеком Баптистом Что Ну да Понятно С Южного От других Он тоже Людям Передавал Сведения Но То что Действительно Есть Необходимости Возможность Встречаться Он был Очень благодарен Игнатью Тихоновичу За эту встречу Повторяйтесь Слава Богу Юля Здорово Здорово Слава Богу Рад Я На этой неделе Посмотрел фильм Интересный Монах и бес Если кто не видел Посмотрите Рекомендую Я его даже Посмотрел И пересмотрел Есть над чем Поразмышлять Монах и бес Чей Наш Наш российский Наши российские Актеры По интернету Новый Новый Да Ну Из времена Александра Второго Так еще У кого есть Информация У кого Как от Твоих мозг Все закончили Значит Продолжение Как обычно Чеснопение Крапеза И занятия Вечером В воскресенье Проводишь По интернету Занятия Да Сколько Шесть Шесть часов В воскресенье Ну сегодня Будет тоже По воскресеньям В воскресенье Еще когда Среда Пятница Поздные дни Воскресенье Очень легко запомнил Шесть часов Милости просим Заканчиваем Достойно Достойно Невся Кого Истину Блажите Тя Богородицу Присно Блаженную И Принепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Без Истление Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествий Наплеменников От внутренних Распорий От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И Защити Людей Не познавших Тебя Брати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как должно Пусть Покавится В небрежении Своем И проповедует Смело И на славного Во Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Назваси За то Что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что сокрыли Имя Твое Бога Югова Дух Святой Да наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Авва Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын Святой Дух Аминь 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 Никаких Откорки Добейте Пусть Сург Златоуст Приехал Мы Добно Есть Сборников Выборные Мои Любой Может Это Молитов Я говорю Об этом Говорить Надо Ломать Водокаплю Камень Там же Написано Допустим Я начинаю читать Такой-то беседы Ты читаешь Сокращение Я что-то не понял Она уехала Они уже Выборки Он не об этом говорит Подожди Он говорит об этом Игорь Ну ты что Возьмешь и Томик Телеком читать Да ладно Задавай сколько хочешь Еще вот Про кальмары скажу Животное это или нет Давайте идите Выходите Кальмар Это еда Правильно Молодец Которую мы едим